В Славянском районе успешно работают уже долгое время целые три школы бально-спортивных танцев. Неудивительно, что наш город стал хозяином для проведения одного из турниров в этом виде спорта. Эти соревнования входят во всероссийский календарь. Их организатором и координатором выступает клуб бально-спортивных танцев «Академия». Поэтому и турнир был назван просто «Кубок Академии». Бально-спортивные танцы – это гармоничное сочетание спорта и искусства. Для танцоров одинаково важны как хорошая физическая подготовка, так и артистизм. Наверное, это является одним из определяющих моментов, благодаря которому всё больше родители отдают своих детей заниматься именно в этом направлении. И детям искренне нравится посвящать своё время занятию танцами. Меня родители отвели, мне понравилось. Изящность, как они двигаются. Мне больше нравятся бально-спортивные танцы, чем бальные. Постоянное переживание и чувство такого сильного духа. То, что все могут тебя обыграть каждую секунду. Но ты стараешься и рвёшься с тех сил. Потому что они хорошие. Вот все. Я хочу, чтобы занимались танцами. Все. Они харизматичные, быстрые, медленные. В них много сил выдаётся. Нам нужно, чтобы побеждать, надо много работать. Уже более пяти лет спортивный танцевальный клуб «Академия» выступает инициатором и организатором престижного танцевального конкурса Зимнего Кубка Академии. Проводим его в этом формате уже больше пяти лет. Нам с этим очень активно помогает спорткомитет муниципального образования Славянский район. Молодёжное управление по делам молодёжи нам помогает. Цели какие? Цели привлечь молодёжь наших детей, начинающих спортсменов. Уже подтянуть спортсменов более серьёзных с других регионов. Этот турнир на данный момент является открытым муниципальным первенством по всем категориям – детским и юниорским в том числе. Поэтому детки у нас получат разряды, те, кто будет участвовать. На время проведения турнира спортивный комплекс «Олимпиец» значительно преображается и превращается в настоящую сценическую площадку с хорошим паркетом, декорациями и освещением. Здесь всё было сделано, как полагается. Бьюти-зона, в которой танцоры могли подготовиться к выходу на сцену. Профессиональный фотограф, который был готов запечатлеть яркие моменты выступлений конкурсантов. Так как кубок проводится в преддверии Нового года, ребят пришёл поздравить даже Дед Мороз со Снегурочкой. А перед открытием турнира напутствовал участников начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Мне очень приятно, что вы к нам приехали. Поблагодарите вас за это. Приятно то, что этот клубок стало традиционным. И, конечно, любое мероприятие, оно имеет свои истоки. Вот это мероприятие, это истоки, эта работа большая была проделана клубом Академии. Ребята, ваши аплодисменты организаторов на этот мерах. Поверьте, это не легко. Славянский паркет в этот день принял более 500 выходов, как одиночных танцоров, так и парных. Здесь собрались представители практически со всей Кубани, а также Ставропольского края и Севастополя. Более тысячи гостей принял этот турнир. Среди них выступали 127 славянских танцоров. По итогам турнира многие ребята получили разряды, доказывающие их неоспоримые заслуги в спорте высших достижений. Семь танцевальных пар Славянского района получили на Кубке Академии первые юношеские и вторые взрослые разряды. По словам организаторов конкурса, в этом году Кубок Академии собрал очень сильный состав. В нелёгкой борьбе нескольким славянским танцорам всё же удалось попасть в число победителей. Пара Егор Пашков и Снежана Дедова заняли два первых и второе места в различных категориях. Дмитрий Воробьёв и Анастасия Сомова в серьёзной борьбе смогли завоевать третье место в двоеборье. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».